Итак, всем добрый вечер! Я Татьяна Беляевина, стилист. И мы с вами сегодня продолжаем наш марафон весенней перезагрузки. Я очень рада, что вы еще не устали. Я думаю, что устать здесь может только одно место, на котором мы сидим. А так все остальное очень здорово, интересно. Мне самой было интересно слушать Аллу и Марину. Отлично! Конечно, некоторые вещи просто поражают. Мы часто циклимся на каких-то своих проблемах, заботах. Всех накормить, собрать, погладить, постирать. Всем все в руки дать, чтобы никто ничего не забыл. Почему-то так довелось. Принято у нас, что мама, жена должна обо всем помнить. Кому что надо взять? Даже такие мелочи. И поэтому мы не успеваем вникнуть во что-то более глубоко. Или просто даже обратить на это внимание. Здесь, вот именно сегодня, как вы уже успели понять, и далее в течение трех месяцев, мы вам выдадим только ту вот эту информацию, которая вот сконцентрирована на результат. Минимум воды, максимум дела. Потому что мы будем работать три месяца, четыре тренера включаются и со всех сторон. Конечно, немного напряженно. Два выходных, как вы уже успели понять, будет это пятница и суббота. Но я думаю, что это того стоит. То есть, и немножечко даже своих, может быть, домашних приструнить, что я занимаюсь собой. Приучить их, что у вас тоже должно быть время на себя. Давайте по традиции начнем знакомство. Поставьте ноли, кто со мной не знаком, и пять, кто со мной знаком. Чтобы не понять, рассказывать мне про себя или не рассказывать. Давайте оперативненько, потому что мы уже лору задерживаем на полчаса сдвинулись. Так, есть нолики, есть пятерки. Так. Ага, отлично. Ну, давайте я быстренько расскажу о себе, чтобы долго не задерживать внимание. Итак, я Татьяна Белявина, стилист. Кратенько расскажу, как я все-таки стала стилистом. Вообще, первое мое образование, первая моя другая жизнь, если так можно сказать, связана с экономикой и финансами. Я работала руководителем среднего звена на достаточно крупных предприятиях нашего города. Я вообще слышала истории других стилистов. Некоторые как раз в прошлом были экономистами тоже. Я так думаю, что это неудивительно, потому что эта профессия очень популярна в нашей стране. И даже сравнительно недавно была популярна. Не знаю, как сейчас. Ну, вот под рассказом других стилистов, экономистов, которые пришли в профессию, потому что им захотелось на солнышко. То есть не сидеть в этом офисе скучном, с этими цифрами и так далее. И всегда хотелось, или, допустим, им хотелось что-то творить, ну, а не считать. Допустим, родители как-то увели ребенка, они туда настояли, может быть, на какой-то профессии, такой более осязаемый, чем стилист. Ну, вот со мной, со мной было все наоборот. Я свою профессию любила. С цифрами, таблицами у меня был просто полный порядок. И я буквально с первых лет моей трудовой деятельности стала руководить группой, потом отделом. Вот. Но мне этого было мало. Я могла брать на себя ответственность. Очень часто замещала финансового директора. Ну, вот почему-то дальше на позицию вот эту в моей карьере никак мне не удалось перейти. Что бы я ни делала. То есть вы не подумайте, я какая-то там яростная карьеристка. Просто я действительно могла брать на себя большую ответственность. Успешно со всем справлялась. И мне это нравилось. Понять, в чем дело помог, случай. В нашей компании освободилось место финансового директора, на которое я так желала. Но почему-то опять меня не назначали. Я сидела в приемной генерального директора с какими-то бумагами, что-то надо было подписать. И услышала крик, который невозможно было не услышать даже через две двери в приемной. Он кричал на кадровика, что ты вот не всовываешь каких-то вот серых молей. Мне нужно как бы человек с мозгами, как у Татьяны, но выглядит он должен соответствующе. Да, то есть тут как гром среди ясного неба. Я не поняла, не сказать, что я как-то плохо одевалась. То есть я всегда была в костюме. У меня всегда укладка, маникюр. Все это было. Но вот почему вот так вот происходило, видимо, чего-то было недостаточно. Недостаточно, может быть, было презентабельно. Да, и рабочие, наверное, лошадки всегда нужны. Это было громом среди ясного неба. Наконец-то все сложилось что-то как. Почему я не могу дальше двигаться? Я стала изучать стилистику, да, ну, так как я все в жизни делаю качественно, скрупулезно и дотожно, то вот так вот, в принципе, переросло это во вторую профессию, чему я очень рада. Тут неожиданно случился декрет, да, что только способствовало развитию именно в этом направлении. Я закончила различные школы стилистов у нас в городе. Этого мне показалось недостаточно. Далее я обучалась в итальянской школе имиджа. Но, в принципе, этот процесс у меня не прекращается. Я постоянно учусь. С другой стороны, так как у меня аналитический склад ума, да, его никуда не деть, то именно это и помогает мне преподносить материал четко, структурированно. И участница моих тренингов называет меня конкретный тренер, да, вот, потому что я делаю все четко, емко и без воды. А вообще у меня есть платные курсы практически всех стилистов, которые работают в сети. Вот, и моя манера донести информацию отличается от другой, от других именно вот этой конкретикой. То есть на каждый эффект или правило у меня всегда есть картинка, да, которая этот эффект демонстрирует. Я вот вижу, что в чате есть девочки, которые у меня обучались. Если есть, поставьте, да, 100, если подтверждаете, что вот такое вот есть магнит. Ну, я думаю, что хватит обо мне, да, давайте приступим к нашей перезагрузке. Вы получили всю нашу книгу «Цепная реакция вашего старения. Как разорвать порочный круг». Так, поставьте минус, вдруг кто-то не получал. Вдруг такие есть. Спасибо, Евгения, спасибо, Светлана. Всегда рада. Так, я из Екатеринбурга. Минус, минус. Девочки, как вы тогда сюда попали? Вот, интересно. Ну, обязательно зайдите в нашу группу ВКонтакте. Третья часть была. Была с офисом, было, видимо, что-то с сервисом доставки почты случилось. Зайдите в группу ВКонтакте, и там есть очень много ссылок на стене, где это можно скачать. Вот, то есть после каждой части. У Татьяны было две ссылки в письмах. Одна на скачивание, другая на просмотр. И на просмотре тоже можно было скачать, если внизу найти дискетку. Ну, так, вниз, вправо вниз, в уголок мышку делаете, там появляются дискетки, тоже скачалось. То есть из двух мест. Ладно, давайте про это не будем. Кто получил, тот не получил. Так, в первой части нужно было просмотреть вам гардероб на наличие в нем цветных вещей. То есть очень много ответов в группе написали, что черных вещей много. Давайте немножечко останемся на этом моменте. Вообще в книге и на протяжении всей игры эти задания нужны были для того, чтобы помочь вам начать первые изменения вот в вашем, например, в моем, ну, по моей части, изменения вашему гардеробу. То есть мы определили с вами вещи-вредители, как я их назвала, да, и плавно, но методично начинаем от них избавляться. Вот, ну, врага надо знать в лицо. То есть мы находим вещи-вредители и начинаем от них методично избавляться. Итак, черный цвет. Скажите, пожалуйста, кто считает, что черный цвет стройнит? Да? Кто считает, что черный цвет стройнит и сочетается с любой вещью в гардеробе? Поставьте, пожалуйста, плюс. Кто не считает, поставьте, пожалуйста, минус. Я думаю, про черный цвет много уже говорили. Так, давайте посмотрим. Да, вот посмотрите. Так, до 46-го не сочетается ни с чем, только для стройной. Ну, на самом деле, вот этот вот миф у нас глубоко вбит в нашу голову, да, что черный цвет стройнит, вот, и что черный цвет сочетается со всем. Вспомните свою обувь, да, как правило, это черная обувь, да, и беженькая-беленькая летом. Ну, давайте посмотрим на вот этих дам, которых я тут сделала вам примеры. Одни и те же дамы, снятые вот на передаче «Модный приговор», только там можно найти массу картинок, да, демонстрирующих различные эффекты. И вот посмотрите, как по-вашему, слева или справа женщины выглядят стройнее, да, хотя слева они в черном, а справа они в светлом. Так, если нет презентации, вам нужно перезайти. Справа, конечно же, посмотрите, справа – это не черный цвет, да, это даже светлый цвет, но женщины выглядят стройнее. То есть черный цвет нас стройнит до 46-го размера. После 46-го мы превращаемся в такую черную тучу, потому что черный цвет, он контрастный цвет, да, и вот эта вот граница, она четко очерчивает нашу фигуру, и четко видны размеры. Светлый цвет, да, он может быть визуальный, если вы рассматривали эффекты визуальных иллюзий, да, он немножечко полнит, но за счет того, что по краям вот этот цвет рассеивается, сливается с окружающей средой, и глазу непонятно, какого размера фигура. А в черном это понятно, да. Вот. То есть вот такой вот момент, я думаю, что от черного цвета нужно избавляться. Единственное, если вы не цвета тип зима, да, если он вам действительно идет. А вот уроки маленького черного платья, да. Посмотрите, вот нам на просторах интернета, в различных книгах нам вбили в голову, что у каждой женщины должно быть маленькое черное платье, и, допустим, черный костюм в базовом гардеробе, да. А всем ли идет это маленькое черное платье? Посмотрите, Николь Кидман, да, я взяла разные фото, разные платья, чтобы нельзя было списать на какой-то плохо падающий свет или еще что-то. Как вам такая в таких нарядах Николь Кидман? Подскажите, пожалуйста. Идет ей черный цвет. Хороша ли она? Ой, как она себя испортила. Траур. Мне еще нравится, вот слева, она такая, жена графа Дракулы, похоже. Очень такая дама. Не очень, конечно же, не очень. Ну, и вот давайте сравним в платье ее цветотипа, да, она у нас весна. Совсем-совсем другая картинка. Совсем другая картинка, и вот эти черные, черный цвет, да, он хорошо смотрится в кадре, да, черный цвет, потому что это красная дорожка, да, вот он четкий такой, хорошо смотрится, и звезды поэтому очень часто его, как бы, применяют. Но здесь, конечно же, если смотреть на лицо, если смотреть на все, то, конечно же, лучше свои цвета. Давайте посмотрим Джулию Робертс, да, вот тоже черное платье, черный костюм, вот. Я не стала ставить, опять два слайда, сразу поставила итоговый. Тоже посмотрите, где вот ее лучше, да, в своем цветотипе, вот в этой зеленом полуверии, или вот все-таки вот в черном парадном платье. Поставьте, пожалуйста, плюсик или минусик, что вы видите. Это еще такой способ обратной связи, что все с комнатой в порядке. В зеленом, конечно же, в зеленом лучше. Поэтому вы можете спокойно оставить черный низ, он далеко от лица, да, если у вас в гардеробе все-таки есть. Вы можете надеть вечером черное на вечеринку, если у вас, допустим, яркий макияж. Ну, и к тому же в каких-то клубах, ресторанах, вечером рассеянный свет, что тоже, в принципе, вам на руку. Но днем или утром, да, при беспощадном вот этом дневном свете, не выспавшись, идти в черной куртке на работу все-таки не стоит. Посмотрите на женщину слева, да, то есть вот так вот мы выглядим в общественном транспорте с утра, особенно кто любит краситься на работе, вот примерно вот так вот мы выглядим. Хотя бы повяжите шарф, как справа, да, того оттенка, который вас украшает. Или, допустим, черный костюм на работе, да, тогда не надо под него надевать белую блузку, если у вас дресс-код, и вам нужен темный костюм черный. Если вам позволяет дресс-код, наденьте бирюзовую блузку, да, ваш оттенок розового, сиреневого, пастельного, ну, а пиджак оставьте дома, как говорится. Вот, поэтому вот понаблюдайте завтра вам задание, особенно кто ездит в общественном транспорте, или может вы видите, как коллеги заходят в офис, да, и раздеваются непосредственно в кабинете. Вот посмотрите на тех, кто в черном, и для кого черный – это не цвет, который совпадает с вот таким, вот такое вам задание. То есть избавляемся от черного, да, то есть это вот первое самое, что нам нужно сделать – это избавиться от черного, если вы не зима. Во второй части книги я вас спросила вычислить коротковатые брюки, плохое белье и трикотажные кофточки. Вот, судя по комментариям, да, не все поняли, что речь шла в принципе о трикотажных кофточках, да, то есть они о кофточках маленького размера, то есть многие писали, что у меня маленького размера кофточек нет. А теперь посмотрите на слайд. Какие у вас ассоциации? Вот вы сейчас смотрите на слайд. Какие ассоциации? Есть ассоциация, что вы вернулись на работу сейчас в офисе. Вот вы окинули взглядом офис, да, и вот такую картинку увидели. Напишите, пожалуйста. Ну, толстушки разные есть фигуры. В принципе, вот вы видите вот такое вот много разных трикотажных кофточек, разных мастей. Нет ассоциации, что вы попали в офис. Я просто вот на этой неделе посещала всякие налоговые, да, и специально наблюдала за сотрудниками и посетителями. 80% были одеты, брюки, джинсы, черно-коричневую какую-нибудь юбку и вот такой веселенький трикотаж, да. Вот как сейчас прямо на слайде. Знакомо? Ну, вижу, что многим знакомо, да. Вот. После вебинара откройте шкаф и посчитайте процентное соотношение такого трикотажа к общему количеству верхов, да. То есть цифра, я думаю, вас удивит. Вот. То есть после вебинара задание второе, да, посчитать процентное количество вот таких вот трикотажных комточек к общему количеству верхов. То есть чтобы уже не было, что вот все малые я выбросила, а все вот такие хорошенькие оставила. Не нужны, не нужен этот трикотаж, потому что это просто ужас, сколько его много в наших, ну, так скажем, офисах, да, особенно кто в офисах работает. Вот. Поэтому если немного изменить, да, гардероб, добавить других вещей, то я думаю, что вы со мной согласитесь, вот что, например, ну, вот так вот как справа будет лучше, да, чем как все в трикотаже. Вот. Что вы предлагаете взамен? То, что сейчас на слайде. Ну, не для всех же трикотаж ужас. Не для всех трикотаж ужас, но ужас трикотаж для всех, у которых вот такой веселенькой расцветкой, да, знаете, какие-то непонятные расплы, вчитывая рисунок, может быть, какие-то цветочки. То есть лучше, конечно, трикотаж однотонный и в сочетании с какими-то другими вещами, да, то есть с жилетками, с жакетами. Вот такие вот вещи. Сейчас я говорю про трикотаж вот такой вот. Он нас совсем не украшает, конечно же. Еще немножечко про трикотаж. Вот перед вами две дамы. Скажите, как вам они? Юбки не ношу, ноги не позволяют. Ну, нужно правильно определить длину вашей юбки. Так. Так, на фото справа трикотажная водолазка. Левая хорошо. Еще какие есть мнения, как вам дамы? Ну, левая у нее тоже трикотаж. Он, конечно, лучше, намного лучше, чем вот справа, да. То есть вот эти вот расцветочки, они никуда не годятся. Не нравятся обе. А если вот так? Там пуговки. Как вам так? Слева мы добавили ремешок, а справа мы сделали правильную пропорцию. Справа мне нравится с ремешком. С поясом лучше. Мы изменили пропорцию. За счет того, что мы взяли ремень, ноги стали длиннее. Пропорция фигуры изменилась, и она стала более привлекательной. Справа мы тоже изменили пропорцию. Вот. И тоже девушка стала немножечко стройнее. Ну, оттенок, он не мог измениться. И единственное, что вот справа, которые, вот те, которые слева, я их, конечно, грузила в Photoshop, закрашивала. То есть немножечко оттенок мог измениться, только за счет того, что из программы в программу. Ну, я думаю, что это не очень так критично, да, в данном... Вот. То есть получается, да, поменялись пропорции костюмного ансамбля, и сразу изменилось впечатление. Да, то есть трикотажные кофты часто заканчиваются у нас вообще, чем они еще опасны, в тех местах, которые, ну, не очень выгодны для вашей фигуры. Выгодные места просчитываются очень просто при помощи фотографии, линейки, карандаша в течение 10 минут, да. Главное знать как. И причем это очень полезная штука, потому что фигура может измениться до неузнаваемости, да, и коллеги будут думать, что вы, ну, за выходные, как минимум, сделали липосакцию, да, или похудели на 5-10 килограмм, а дело все правильно в построенных пропорциях костюмного ансамбля. Где должна начинаться блузка при широких бедрах, это все просчитывается, исходя из вашей структуры, фигуры, да, то есть просчитывается относительно модуля головы. Конечно же, если у вас бедра широкие, то она не должна заканчиваться на самом широком месте. Вот, а где конкретно, это нужно считать, исходя из конкретно вашей фигуры. Я же говорю, линейка, линейка, карандаш и фотография. Следующие наши вредители, в принципе, это в трикотаже тоже встречается, но также встречается вот в таких вот платьишках, да. Вы писали в комментариях про то, что глаз режет, что визуально увеличиваются объемы, да, все верно, вот, но даже дело не в объемах, а в искажении фигуры. Может быть, вот когда вы 42-го размера, да, вот как вот девушки на слайде, то это не критично. А теперь вот возьмите мысленно увеличить этих девушек, ну, хотя бы до 48-50 размера, да, то есть не все мы после 35-ти в 42-м размере находимся, да. Что будет? Вот, что будет? Я говорю, что модели пока не худенькие, может быть, и можно носить такие платья, пока они худенькие и молоденькие. Но как только мы становимся чуть больше в размере, чуть старше, как вы думаете, что произойдет, если вот этих девушек увеличить до 48-го размера? Что будет с ними? Ужас будет? Расширит. Конечно же, они будут такими большими, необъятными. Вот, поэтому еще раз вот задание к этому слайду и к этому посту ВКонтакте, это посмотреть на все вещи с принтом, нет ли у вас где-то, вот, располагается крупный принт в области, допустим, живота, да, а у вас есть живот, еще крупный принт, вы тем самым еще больше себя увеличили в этом месте. Да, то есть, посмотрите обязательно. Конечно, эту хитрость можно использовать в другом случае, когда вам, допустим, нужно увеличить грудь, да, визуально. Ну, допустим, у вас небольшая грудь, и вы хотели бы ее увеличить. Вот тогда крупный принт сверху будет просто здорово, но никак не в тех областях, которые требуют коррекции, а частенько это живот. Поставьте, пожалуйста, плюсик, у кого проблемы с животом, да, то есть, у кого есть живот, и вот, ну, после родов, после кесарева, да, то есть, ну, можно что-то с ним сделать, конечно, ну, очень трудно. Ну, Людмила, вы у нас человек спортивный, я даже не удивлена, что у вас его нет. Отлично просто. Вот. Есть, конечно же, после родов. Вот. Если грудь и бедра широкие, надо смотреть в целом фигуру, вы можете развиваться по разным, как бы, вариантам, да. Кстати, в группе была такая статья на эту тему, как мы, изменяется фигура с возрастом, и грудь и бедра, тогда вы уже, если как талия хорошая, да, вы похожи на вилончель, и тогда вам пойдут больше платья, конечно же. Часы фигуры. Ну, значит, точно, ближе к платьям вам нужно идти. Итак, едем дальше. Также я вас опрашивала, да, в течение нашей весенней перезагрузки, какой у вас гардероб, универсальный или уникальный. Сделала вывод, что большинство гардероб все-таки состоит из универсальных вещей. Ну, наверное, в какой-то мере это правильно, да, легче сочетать, ухаживать, но все-таки это как-то так скучно, может быть, пресно. Вот. Я думаю, что вы даже устаете от такого гардероба, вот. Но, с другой стороны, у меня к вам хорошая новость, вам легче перевести такую гардеробу в более-менее приличный вид, да, потому что достаточно добавить всего несколько вещей, и на первое время это решит проблему. Почему на первое время, да, как я говорю? Потому что красивый образ, он зависит от того, как сидят на вас вещи, да, от вашего типа фигуры, от пропорций, как мы сейчас только что видели, от пропорций не только вашей фигуры, но и от пропорций, которые вы создаете одеждой, от цвета, который вы выбираете, да, то есть представьте, что черный цвет, чем темнее цвет вашего верха, да, тем большую тень он отбрасывает на ваше лицо. Если пока вы молодая, эта тень, да, она, ну, может быть, все решат, что вы плохо выспались, да, или, ну, устали, может быть, немножечко, да, печальнее, то с возрастом это все, конечно же, вот эта тень отбрасываемая, отбрасываются наши морщинки, носогубки и так далее, на наш не очень хороший цвет кожи под глазами, и это все виднее, да, это становится, мы становимся старше и старее, да, если так говорить, вот, поэтому вот обо всем этом мы как раз и будем говорить, и я сегодня проговорю, еще вам покажу примером чуть ниже. Ну, то есть, кто был у нас на вебинарах в пятницу, я уже это рассказывала, да, что для владельцев универсального гардероба можно работать в двух направлениях, то есть первое, добавить несколько уникальных вещей, которые будут сочетаться с максимум ваших универсальных вещей, это могут быть цветные брюки, юбка с принтом, блузка какая-то, да, цветная или топ, может быть, вы купите все сразу, и тогда у вас очень будет много вариантов различных, вот, поэтому прямо вытащите все из шкафа, разложите по комплектам и представьте, а что заменить на цветную вещь, да, и какую, прямо выпишите характеристики этой вещи, что вам нужен, допустим, топ синего цвета, он будет сочетаться, закроет вам комплекты с брюками, с юбками, с жакетом, и вот с этим, да, с этим, допустим, кардиганом, вот, дальше, ну и второй вариант, мы разбавляем все цветными аксессуарами, да, то есть, вот посмотрите на картинке слева, джинсы с серой джемпер, серая сумка и черные ботильоны, да, где выглядит лучше все-таки с желтой сумкой, с синими ботильонами или все-таки в сером варианте, как по-вашему, как по-вашему, напишите, где лучше, справа, конечно же, справа с желтой сумкой, то есть, достаточно, если вы еще не готовы покупать какие-то цветные вещи, достаточно купить какие-то цветные аксессуары, да, то есть, это может быть сумка, это может быть просто платок, это может быть ожерелье, да, и цена обувь. Так, если у вас уникальный гардероб, да, то есть, все у вас уникально, то есть, каждая вещь шедевр, то есть, как мы выбираем вообще вещи в магазина, да, то есть, мы смотрим отдельные вещи и смотрим, о, класс, да, то есть, она такая шикарная, она такая клевая, она такая классная, хочу, потом приносим это все домой и не можем, не понимаем, а вообще с чем ее надеть, и потом начинается, так, берем, допустим, эту свою уникальную юбку, надеваем ее под пальто, и идем по всем торговым центрам нашего города, заходим в бутик, открываем пальто и говорим, девочки, подберите что-нибудь под эту юбку, было такое, вот да, 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 вот, и вот из бутика в бутик, и переходим, 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 как-то там, я не знаю, через часа три, о, ну, слава богу, да, слава богу, хоть что-то мне там подобрали, вот, да, вот очень важно мыслить комплектами, да, с чем я это буду носить, вот, так что вот такой вот этот момент, поэтому, для тех, у кого вот такой вот разрозненный, тоже нужно вытащить все свои вещи, разложить примерно по комплектам, посмотреть, чего нужно добить, и выписать, да, вот мне нужно купить вот такой вот синий топ, для того, чтобы я его носила, вот с этой юбкой, с этими брюками, и так далее, а к этому комплекту, мне наоборот, нужно купить юбку поспокойнее, да, допустим, как, главное это сделать, да, не просто прослушать, сделать. Конечно же, весенняя перезагрузка, это только начало, сегодня вам об этом говорила и Алла, и Марина, я надеюсь, что вы понимаете, что мы живем не в сказке, да, что когда умылся живой водой, помолодел, и вот мгновенно просто это все происходит, мы живем с вами в современном мире, где стрессы, экология, продукты, да, и все так далее, поэтому весенняя перезагрузка, это именно старт осознания, что уже все, уже хватит, уже дальше тянуть некуда, да, в принципе, зачем, да, мы с вами молодые сейчас, и хочется жить сейчас, а не потом, когда похудею, когда денег накоплю на гардероб, когда детей выучу и так далее, мы будем продолжать нашу перезагрузку еще три месяца, да, в рамках практику интенсива, который называется 5 элементов современно счастливой женщины, вы об этом сегодня уже много-много слышали, повторюсь, что будут работать плотно 4 тренера и все три месяца, и мы с тренерами держим между собой связь, да, то есть мы мониторим, а что у нас, в какую сторону идет, ну, на весенней перезагрузке, куда шла группа ВКонтакте, где что нужно изменить в наших планах, где чего-то добавить, в зависимости от потребностей, да, то есть здесь не просто мы каждый будем дуть свою дуду, мы будем работать в связке, что важно. ну, это уже понятно, вот, и получается, что у вас сформируется привычка, об этом говорили сегодня все, вот эти нейронные связи, вот этот автобан, про который говорила Алла и Марина, да, и привычка уделять себе время, уделять себе средства, и привычка у ваших родных, что мама должна уделить себе время, час-два, да, обязательно вечером, что в это время ее не надо дергать, не надо это, знаете, как бывают ВКонтакте, такие веселые картинки, что делает мама? Мама делает, мама делается доброй, да, мама пьет кофе, там с шоколадкой, написано, я делаю для вас добрую маму, не трогайте, дети маму пять минут, и делаю для вас добрую маму, вот точно так же и вы на практикуме, да, будете ваших родных тоже приучать, что вы делаете красивую, добрую маму. Три блока вы тоже знаете, вот, не буду тогда здесь останавливаться, я отвечаю за ваш стиль, ну, и что будет входить в мой первый блок? Итак, в диагностике мы с вами определим типаж внешности, от которого зависит ваш стиль, да, то есть, а также определим тип фигуры, пропорции, пропорции фигуры, в диагностике мы определяем, цветотип и контрастность. И начнем мы с типажа внешности. Я знаю, что девочки здесь есть с трех китов, кто не с трех китов, кто слышал про типаж внешности, поставьте плюсик, кто не слышал, поставьте минус. Ну, Светлана, по-моему, Светлана с трех китов, да, насколько я помню, Елена, ага, так, ну, кто-то, наверное, просмотрел видео ВКонтакте, кусочек выкладывал пятничный, давайте еще раз его посмотрим, может, вопросики какие-нибудь возникнут, да, драма, классик, гамин, ну, у меня немножечко другая система, любови Поповой, там вместо гамина идет наивная романтика, вот, нет, это не весна и лето, сейчас я вам немножечко расскажу, итак, давайте рассмотрим двух актрис, слева это елка, певица наша русская, да, кто не знает, справа это Марена, актриса, какой национальность, честно, не помню, я не видела ни одного фильма с ее участием, просто, когда я искала картинку, нужного мне типажа, вот, наткнулась на эту девушку, да, в чем сходство или различие этих двух актрис, да, посмотрите, двух лиц, да, что-то можете сказать про лицо елки, какая она, давайте сначала слева пишем елку, какая она, какие мысли у вас возникают, когда вы на нее смотрите, а мы сейчас не касаемся цвета, цветотипа, мы смотрим, какая эмоция, может эта девушка учинить скандал, вот вы ее первый раз видите, вот может она скандал учинить, истерику закатить на полном, на ровном месте, вот просто взять, вот спонтанно, уверенность, сила, может, конечно же, она агрессивная, или она миловидная, какая она, агрессивная скорее, да, она располагает к себе, я думаю, что, кто видел клипы с ее участием, да, она так поет, всегда так, рот широко открывает, там, подмигивает с открытым ртом, прямо так, ну, вот наберите потом, если будет интересно, у нее такая самая известная песня, Прованс, елка Прованс, и посмотрите на мимику ее лица, да, она скорее конфликтная, а теперь посмотрите, вот на правую девушку, на Морену, да, что здесь у нас, какая эмоция идет, какие ассоциации возникают, может она скандал на ровном месте, учинить, или нет, миловидное это лицо, или нет, женственное, миловидное, да, вот она такая вот, ну, милашка такая, такие глазки, такие прям, вот глазки прям завораживают, улыбка такая, да, интеллигентная, причем улыбка, посмотрите, какая такая, не приклеенная, да, как у многих актрис, а вот действительно такая, какая-то нежная, кукольная, да, вот, поэтому, посмотрите, перед нами две актрисы, обоих темные волосы, форма лица примерно совпадает, да, ну, какая разное впечатление производит, то есть, елка обладает у нас драматическим типажем внешности, а морена из наивной романтики, ну, немножечко с легкой примуси драмы, потом посмотрим, вот, и, конечно же, это все будет накладывать отпечаток на выбор одежды, да, то есть, то есть, еще поставьте, давайте, 100, у кого проблема с выбором стиля одежды, да, то есть, ну, не знаю сегодня, классический костюм, не классический, кофточка натуральная, ненатуральная, кто вот вообще вот в этом плавает, и вот ему сложно, не то, что свой стиль, да, какой-то определенного придерживаться, а вообще, в принципе, понять, что к чему вот с этим стилем, было до курса, ну, Евгения тоже у нас с трех китов, угу, классика в понимании, как бы, общем, да, и классика в понимании стилистики, она немножко расходится, ну, классической стилистики, так, романтик, отлично, значит, конечно же, это все будет накладывать, вот, и давайте посмотрим, да, вот слева, елка, на каких фото, а тут, кстати, у меня везде елка, я все время, сначала ставила на слайд елку, и эту, Марену, по логике, а потом поставила елку, поэтому путаюсь, вот здесь елка у нас, на каких фотографиях елка выглядит лучше, слева или справа, да, то есть две, слева, две справа, слева, так, еще, Людмила у нас девушка продвинутая, слева, остальные, конечно же, слева, давайте сначала рассмотрим, в корсете кожаном шикар, конечно, шикарно, драматик, давайте посмотрим на фотографии справа, да, то есть вот она в черно-белом сочетании, да, в принципе, черно-белое сочетание, это у нас сочетание драмы, очень высококонтрастное сочетание, но здесь идет ассоциация со школой, да, бантик, вот этот вот какой-то, жилеточка, белая блузочка с отложным воротничком, немножечко со школой, и почему-то у нас сверху появляется вот такая вот голова, да, такая со взрывом, да, с красной помадой, и получается, что голова и туловище отдельные, есть такое, поставьте плюсик, и тату, да, ну, сейчас у современных школьников, наверное, и тату бывает, я не знаю, мне ребенок в гимназию заканчивает, там у нас такой нонсенс, наверное, в обычных школах и есть, да, тату меня не смущает, меня спущает взрыв на голове, и красная помада, конечно же, вот как-то отдельно, и крайняя правая фотография, да, она такая, прическа такая, не агрессивная, невзрыв на голове, такие волны, да, течет она вниз, волна продолжается в платье, да, вот эта туника непонятного цвета, и посмотрите, елка здесь потерялась, да, кажется, она вот растерянная такая, вроде приз получила, да, а лицо такое потерявшееся, девочки, вот что она здесь делает, она вообще не понимает, то есть она не в своей тарелке, она, вот видимо, вот эта вот прическа, вот эта одежда, насколько ее выбивают из этого, что вот она тут даже растерялась, да, они похожи на елку справа, вот, а слева у нас, да, вот эта кожаная, как можно определить драматику, кожа, да, даже старая, кожа драматику идет, то есть если вы драматик, да, вы одеваете кожаную куртку, жакет на голое тело, и вам супер, все остальные просто потеряются, если оден, проделывают то же самое, а тут у нее кожаный такой топ, да, красная помада, очки такие острые, как кошачий, да, вот кошачий глаз, по-моему, называется, прическа такая, и есть супер, давайте обсудим фотографию, которая слева вторая, да, здесь нет цвета, здесь нет какого-то блеска, но почему, но почему хорошо, у нее здесь и невзрывная прическа, нет красной помады, почему хорошо, классику не подойдет, почему хорошо, вторая слева фотография, вроде красной помады нет, и взрывы на голове. Очень неординарная форма. Правильно. Посмотрите. Клепки, углы такие. Вот это все такое агрессивное. То есть елка у нас агрессивная и платье агрессивное. Острый воротник. Хотя цвета нет. Совсем нет цвета. Но мы видим силу в этом платье. И видим силу в этом лице. Как гладиатор точно. Вот так вот совпадает наша одежда с нашим типажем внешности. Или не совпадает. Дальше мы еще посмотрим как можно у конкретной вещи посмотреть стиль ее. Ну и посмотрим уже не на такую конечно потажную как елка Морена. Определили, что у нас типаж наивная романтика. Девочка миловидная. Темные волосы. Но до драмы она у нас не дотягивает. Здесь больше наива. Глазки, щечки. Личка такая. Прямо пластиковая. И наряды. Посмотрите. Идут соответствующие. Где по-вашему лучше? Слева или справа? Теперь вам нравится больше. Справа, конечно же. То есть слева посмотрите. Вот у нас этот блестящий наряд. Блестящее платье. Вроде бы наряд из драматического стиля. Блеск. Сильное облегание. Да. И куда наша девочка потерялась. То есть она вообще там просто потерялась. Ее не видно. Вот непонятно, что на ней надето. И насколько она лучше смотрится не вот в том сексуальном образе слева, да. А вот в таких вот платьишках, немножечко расклешенных девичек, как у нее справа на фотографии. И вот это платье, да, такое тоже вечернее, синее, текучее такое. Ну, посмотрите, насколько она старше стала и стала такой а-ля тетя. Ну, ноги-ноги ногами. Мы сейчас смотрим на лицо и на общее впечатление от образа. Конечно, тут уже и ноги вылазят, и все. Мы сейчас ее фигуру еще рассмотрим. Вот так, исходя из типажа лица, да, у нас с вами будут разные стили в одежде. Внутри одного стиля еще могут быть разные вариации, да. То есть Марина у нас из наивной романтики, и у нее будут элементы наивной романтики. То есть это укороченные формы, бантики, какие-то там, воротнички и так далее. Но определенная доля драмы тоже будет, потому что у нас девушка высококонтрастная. В ее случае мы можем добавить, допустим, цвет или какие-то жесткие формы. Вот. А вот для елки это будет все буйство драматического стиля, да. И это симметрия, и какие-то взрывные элементы, крупные формы, крупные цветы, блеск, кожа, да. То есть вот это все будет, и ей это будет идти. Посмотрите, похоже Марина на куклу, а елка на ворону. Так, что-то Ольга... Так, даже черно-белое с цветочком какое-то лучше, чем все остальное. Ну, про черно-белое и говорили, что лучше. Есть, да, такое, что вот точку. Марина красивее куклы. Ну, Марина, она... у нее выше контрастность. Поэтому глазки поярче. Да, то есть я не нашла вот такую куклу, чтобы была с темными волосами и такими глазками. А потому что наберите вот в интернете куклы, и выйдут вот эти вот ужасные монстры. Я не знаю, как описать еще современных кукл. Это просто жуть какая-то. Вот нашла более-менее такую миленькую куколку. Точно ворону. Ну, добрались мы до цветотипа и контрастности. Да, вот. Немного мы упомянули контрастность, когда только что рассматривали примеры. И с теорией цветотипов я думаю, что вы знакомы. Да, то есть там лето, весна, осень, зима. Я не буду сейчас даваться, что это такое. Давайте опять на примере. То есть если мы возьмем вот этих двух актрис, то будет не очень интересно. Да, потому что они обе высококонтрастные девушки. Давайте посмотрим другой пример. Вот у нас, здесь у нас Валерия и Морена. Вообще, заветно вам сходство, сходство типажа. Обе девушки у нас из наивной романтики. Есть сходство? То есть мы смотрели елку и Морену и видели, что они совершенно разные. Да, а здесь мы видим Валерию и Морену и видим, что они похожи. То есть это два типажа из наивной романтики. Единственное у них отличное, это контрастность и цветотип. Ну и конечно же вещи мы будем тоже подбирать из наивной романтики. Но у Морены мы видели, что это больше черного цвета будет, контрастных сочетаний. А у Валерии это будут какие-то более светлые модели, контрастность у нее низкая. Но тоже будут те же бантики, легкое кружево, по стилистике наивной романтики. Мы вот Валерию как-то на вебинаре на моем рассматривали, когда фотографии брали ее в сети, где она там в драматический стиль пытается уйти, но это смотрится конечно ужасно. С другой стороны, профессия на нее накладывает то, что этот шоу-бизнес, это всегда драма, это всегда эмоции, это всегда эпатаж. И вот она, пытаясь этому свету, конечно себя портит, чем если бы она одевалась в соответствии с типажом и цветотипом. Так, это сходство. Можете, пожалуйста, очистить, как вы его определяете. Определяем мы его тестами. На самом деле, определяем тестами. Существует у меня определенный алгоритм, куда мы подгружаемся в фотографии, смотрим, как смотрится наше лицо на разных фонах. И плюс общее впечатление от внешности. То есть у каждого стиля есть свое настроение. То есть у драмы это агрессивность, сексуальность. А у наивной романтики, например, наивного взгляда, детскость какая-то, улыбка такая детская. Если даже человек грустный, то он грустный, как вот ребенок обижается. Есть еще натуральный типаж, например, Анна Михалкова, если вы вспомните. Вот она, натуральный у нас типаж. Или Ирина Муравьева натуральный типаж. То есть там идет уют такой от лица и так далее. То есть это целая технология. Там математика плюс впечатление, так скажем. Ну, здесь немножечко нужно, конечно, смотреть опыт. И давайте посмотрим вот такие примеры. Вот такая вот контрастность нежности. Посмотрите. В первом случае Валерия у нас, как раз то, что я говорила, шоу-бизнес накладывает. Вот она у нас нарядилась в такой платьишко. Как вам это платьишко у Валерии? Что мы видим? Платьишко или Валерию? Как по-вашему? Ну, ужасно, конечно. И посмотрите, даже не спасает ее вот этот ужасный макияж. То есть вот макияж, вот она вот эти черные глаза намалевала, наверное, для того, чтобы как-то достать свою внешность из этого платья. Чтобы хоть что-то кто-то увидел. Хотя бы глаза. Ну, ладно уж, не все лицо, но хотя бы глаза. Ну, и то же самое я взяла, поставила лицо Морены. Ну, вот просто сказка, по-моему. Да, с Мореной вот прямо платьишко как раз село на ее контрастность, на ее внешность. И справа у нас совсем другой пример. Здесь уже светлое платьишко. Конечно, Валерий идет больше, чем Морене. Ну, единственное, что платьишко может быть не такое белоснежное, а немножечко с персиковым батоном. Тогда бы было еще лучше для Валерии. Вот, я вижу, кого-то вышибает из комнаты. Видимо, у нас гости туда-сюда. Но это уже не от нас зависит от техники. Так, дальше что мы будем с вами делать? Это я вам рассказываю, что мы будем определять. Дальше мы с вами будем определять нашу фигуру и пропорции. То есть про пропорции мы с вами сегодня уже говорили, да, что зависит очень многое. Во-первых, от пропорции фигуры зависит та одежда, которую вы будете как бы на себя надевать, чтобы скорректировать те какие-то, может быть, моменты, которые вам не очень нравятся. Вот кто-то писал про ноги, да, то есть ноги тоже можно корректировать, и не только брюками. А также по типу фигуры. Но я думаю, с типом фигуры многие справляются. Единственное, что я уже писала и в посте ВКонтакте, что очень важно проделать это все-таки на фотографии. Да, потому что было у меня очень много случаев, когда человек четко считал, что он прямоугольник, поленился сфотографироваться и проделать все как надо, и слушал все советы для фигуры прямоугольника. Потом, когда мы все сели, просчитали, оказалось перевернутый треугольник. И был шок. А как же я слушала все время прямоугольник, а теперь мне надо слушать про плечи, да, вроде как, потому что плечи большие. И на моем опыте 60% фигур с большими плечами. Вот. То есть это как бы данность такая, да. И многие этого не видят. Нужно это один раз протестировать на фотографии. Как я писала в посте, вот опустить вот эти вертикальные, встать ровно, опустить вертикальные линии, и все станет ясно. Вот. Если мы возьмем наших девушек, Марену и Валерию, то есть у Марены видно, ну, они все равно все стоят криво, эти модели, они же не будут фотографироваться четко в фаз, да, как мы с вами. Ну, вот даже если по таким фотографиям опустить у Марены вниз вот эти линии, то видно, что слева, да, у нее как бы больше отходит, а справа линия соприкасается с бедрами. То есть если она встанет прямо, то все-таки плечи будут больше. Ну, у Валерии примерно одинаковые, да, но мы видим, что здесь слабо выражена талия. Все-таки плечи бедра, а не грудь бедра. Плечи бедра, это если, когда мы смотрим в фаз, когда мы смотрим в профиль, у нас идут грудь и попа. Да, бывает так, что, допустим, плечи равны бедрам, поворачиваемся в фаз, а грудь у нас больше попы. То есть все равно это верхний тип фигуры. То есть нам все равно нужно корректировать вверх. А бывает так, что грудь маленькая, попа большая. Хотя если мы смотрим в фаз, плечи и бедра равны. Тогда мы корректируем попу. Как-то так. Ну, вот посмотрите, давайте в платьишках. Давайте посмотрим на крайне левую фотографию Марены. Посмотрите, как предательски с ней поступает эта маечка. Видите, какой она стала качком таким. Штанги только рядом не хватает. Как по-вашему? Видите, какие плечи? Не спасла даже немножечко расклешенная юбочка. Пишите, пожалуйста. Угу. То есть, ну, штангу поставить, так как будет культуристка, да? А если мы посмотрим на черное платье и белое, в какой вам нравится больше? Черное или белое, если мы смотрим на Марену? Так, белое, черное. Ну, мне вот лично нравится больше черное, потому что в черном платье у нее фигура сбалансирована. В белом платье, несмотря на то, что юбочка у нее чуть больше расклешенная, и она компенсирует вот этот вырез лодочка, но все равно плечики выдаются, да? То есть, если уж выбирать между белым и черным, больше мне нравится черное. Да. Если посмотрим на Валерию, да? Вот это вот ужасное короткое платье блестящее, вот здесь и видно, что фигура-то у нее не песочные часы, хотя плечи равны бедрам. Здесь полуприталенная типа у нее идет. То есть, талия не выражена, как у песочных часов. И посмотрите, такой, во-первых, пропорции сбитой, да? Она получается таким, такой, то еще мощная, такая квадратная. И насколько хорошо ее второе платье, ну, если мы делаем поправку на цвет, да? То есть, цвет, конечно же, опять ушел, одно платье впереди головы нет, но фигура, конечно, смотрится лучше. Поставьте плюсик, если вы с этим согласны. То есть, я так ускоряю, чтобы нам лору сильно не задерживать. Так мы уже на полчаса сбились. Тетка просто, ну да. Ну, и, как я уже говорила, и выше мы говорили, все дело в пропорциях, да? То есть, на первом блоке диагностики мы с вами определяем пропорции вашей фигуры, а на втором блоке мы определяем уже пропорции вашего костюмного ансамбля. То есть, вот здесь в данном случае посмотрите, насколько изменяется фигура женщины, только просто изменив пропорции. Поставьте 100, если вот прям в точку. Так. Отлично. Тысяча или даже много. Молодцы. Вот во втором блоке выстраивание стратегий, да? То есть, то, что я уже сейчас сказала немножечко. И давайте, о чем рассказывает эта вещь? Вот мы с вами на первом блоке продиагностировали всю фигуру, определили типаж, цветотип, тип фигуры, там все-все-все поделали, контрастность, пропорции. Дальше мы должны к нашей фигуре, да, к нашему лицу подобрать вещи. Мы должны понимать, что стилистика вещи, стилистика вашего типажа внешности, в принципе, должны совпадать. Вот здесь четыре жакета. Посмотрите, слева и справа. Одинаковые ли они? Как по-вашему? Что в них разного? Давайте так. Нет, не одинаковые. Что в них, чем они отличаются? Так, справа романтик. Но это не романтик. Это наивный романтик. Стили разные. Конечно же, стили разные. Раз разные стили, то разное впечатление, да? То есть слева у нас такие жакеты достаточно агрессивные, достаточно яркие, да, которые высоко контрастно девушка должна выдерживать. А справа у нас, справа, да, я все время руки дежу лево-право, справа у нас все-таки больше наивной романтики, да, то есть такие бантики, укороченная форма, очень такие все строго и романтично, да. Ну, вот так. Подходит, подходит эти жакеты нашим девушкам. Видно, да, что подходит? А вот так, если мы их поменяем местами, то есть я просто говорила, поменяйте мысли на местами, а здесь я говорю, что... Вот, видите, да? То есть вот когда я акцентирую на этом внимание, вы это видите. На себе вы это не видите, пока не акцентировать внимание. Но окружающие считывают с вас, что идет какой-то диссонанс. Вот Морена, одела вот этот вот черный пиджак с этими угловыми лацканами, да, и что? Да мы никогда не поверим, что она такая агрессивная, да, то есть у нас на подсознательном уровне мы сразу понимаем, что девушка врет, что-то здесь не так. Мы ей начинаем меньше доверять, потому что у нас не сходятся файлы, да, то есть мы видим агрессию в пиджаке и видим наивные глазки. Все, мозг у нас просто растерялся, не знает, что ему делать. Конечно, это мы не понимаем, мы это понимаем на подсознательном уровне, и это выражается в том, что нам кажется, что это либо вульгарно, либо это как-то просто и как-то вот что-то вот тут не так, да, либо мы, ну, не верим мы, что вот она такая, да, вот. И это все вот на подсознательном уровне все это выражается. Ну, лучше вам, конечно, Марина это все объяснит. Вот, конгнитивный диссонанс возник. И, конечно же, во втором блоке, где мы стратегию разрабатываем, мы уже будем с вами учиться сочетать цвета и составлять цветную карту гардероба. То есть в первом блоке мы вытащим из вашей внешности, вот слева, цвет кожи, цвет глаз, цвет волос и цвет губ. Это мои конкретные цвета кожи, цвета глаз, цвета волос и цвет губ. Это вытаскиваем мы из нашей внешности. И потом на основании правил сочетания цветов, я думаю, что такие вы слышали, мы вытаскиваем все остальные цвета. Берем цветовой круг и просто собираем вот такую цветную карту гардероба. И здесь получается у нас все цвета со всеми цветами сочетаются. Что мы делаем дальше? Дальше что мы делаем? Мы карточки подсказки можем составлять. Допустим, берем первый цвет, такой вот припыльенно-красный, и берем к нему остальные цвета по родственной гармонии розовый, и также берем по противоположной гармонии зеленый, и зеленый берем еще по родственной гармонии. То есть кто знает правила сочетания цветов, поставьте плюсик, кто не знает минус. То я сейчас тут говорю, может какие-то вещи непонятные говорю. Так, минус, основные минусы. Есть и плюсы. Ну да, по диагонали. То есть вот представим цветовой круг, да, красный, зеленый – это противоположная гармония, да, цвета находятся напротив друг друга в цветовом круге, это мы все будем разбирать подробно, да. А если это монохромная гармония, то это на одном лучике просто цвет разной насыщенности, да, светлый и темный цвет. Вот. Без круга сложно. Поэтому мы делаем вот такую цветную карту гардероба, карточки-подсказки, как вы видите, где вот 1, 2, 3, 4, и потом уже легко вы видите, эти карточки вы можете распечатать. Кстати, там все цвета будут у вас с кодовым значением, то есть приходите по графе, кодовые значения все будут. Вот. И, в принципе, пока вы делаете, вы уже натренируете глаз, да, главное, что сделать их побольше, натренироваться и так далее, не полениться. И дальше вы берете просто красный вот этот цвет, подбираете к нему, вы можете подобрать к нему розовый жакет, можете подобрать зеленый, и точно так же поиграться с аксессуарами, да. Только единственное, что, вот, допустим, здесь цвета наивной романтики подобраны, да, вы будете вытаскивать из вашей внешности те цвета, которые подходят вашему стилевому типажу. То есть, если вы, допустим, натуральный тип, то понятно, что... Натуральный, извините, типаж внешности, то понятно, что вы такие цвета использовать не будете. Вы будете использовать больше коричневых, зеленых, бежевых цветов, сероватых цветов и точно такие же вот карточки, подсказки составлять. Ну, я думаю, что понятно, поставьте плюсики, кому понятно. И также мы на этом блоке будем рассматривать правильную коррекцию фигуры одежды, да. То есть, посмотрите, вот здесь у нас две дамы, да. То есть, не две дамы, а одна дама, но в разных нарядах. Скажите, где она выглядит стройнее, слева или справа? Нет, я не романтик, просто пример там составлен с цветами наивной романтики, но я не романтик, я классик. Справа, конечно же. Справа. Почему справа? Потому что идет диагональ, да, потому что правильно уровень талии выстроен. А слева, слева, посмотрите, у нас и горизонталь идет сверху, и на животе складочки собрали. Ну, килограмм я не знаю, наверное, справа на килограмм 10 это точно скинуло. Это просто правильно подобрали одежду. Я всегда ужасаюсь, вот когда мне хочется поужасаться, захожу на сайты, где продают одежду для полных людей, и вот можно прямо любую картинку брать, это будет ужас. Это если учесть, что модели полные берут, модели песочные часы располневшие, то есть у них уже есть талия, да, а мы с вами далеко не все песочные часы, и у нас талии практически не бывает, да, когда мы сильно полные. Вот тут вот такой вот момент, что нужно уметь правильно корректировать. Так. Ну и третий блок реализации. Здесь мы уже будем плотно подходить к комбинированию, да, то есть мы уже будем не просто соединять стиль вещей и типаж внешности, а уже начнемся мыслить комплектами. Вот. Чистых типажей у нас бывает мало, встречается редко, например, чистый драматик, ну, как елка, например, да, Морену мы видели, уже было смешение, немножечко драмы добавлялась наив. То есть мы будем учиться видеть смешение стилей, вещах и комплекта. Вот. А также в рамках нашего стиля, который заложен у нас, природы в нашей внешности, в нашем лице, мы будем добавлять чуть-чуть элементы других стилей, да, то есть менять впечатление, менять эмоцию от нашего костюмного ансамбля. То есть посмотрите, у нас, например, у нас представитель натурального стиля может одеваться в разных ситуациях, да, ну, например, слева он так может пойти на работу, да, то есть это костюм, деловой костюм, но опять же это ткань фактурная, цвет натуральный и так далее, да. Дальше, если, допустим, не очень дресс-код строгий, то можно вот как центральная фотография или как справа, например. Сейчас натуральный типаж, но в разных ситуациях. Например, правая картинка, если справа считать, вторая, если слева четвертая, да, то здесь чуть больше драмы добавлено к натуральному типажу. Ну и вот натуральный типаж у нас может следующее в свободное время быть одет, да, причем, заметьте, слева у нас натурал на мягких фактурах, а справа на жестких. То есть я надеюсь, понятно, что в рамках одного типажа внешности, в зависимости от общей эмоции лица, мы будем подбирать и разную одежду, да, то есть как слева и справа, это все натуральный тип, но разные впечатления. Слева мягкость и уют, справа жесткость и строгость. Это все определяется из типа лица, с вашего типажа. То есть не обязательно, да, представлять себя вы именно в такой одежде, да, вот как на фотографии справа, там мини-юбка, то есть это могут быть и брюки, это может быть нормального цвета юбка, главное понять принцип, помните принцип. Ну и вот еще для натурального типажа это могут быть различные праздничные комплекты, но все равно натуральный типаж будет находиться в своих рамках, да, то есть это не будет халамурно-богато, когда надевается какой-то атлас, бархат, и вот это все настолько портит внешность, что кажется, что человек, что наша дама не дама, а мужик в юбке. Я думаю, что вы таким примером встречались, и даже в книжке был пример с Батуриной, видели? Синдром Батуриной я это называю. Кто видел синдром Батуриной в книжке нашей, которую мы вам высылали? Оставьте, пожалуйста, плюсик. Вот я сейчас об этом и говорю. То есть когда мы подбираем одежду не нашего типажа, то может быть случиться в такой момент. В рамках интенсивной я не буду, я не просто буду вам рассказывать какие-то характеристики, стили, как они смешиваются, да, но вы будете проходить вот такие вот тесты, которые позволяют быстро и четко освоить материал, да. Пока слушаешь, все просто. Как на практике, ой-ой-ой, что тут вообще можно определить, да, то есть будут такие тесты, и потом будут даны ответы, а какой стиль правильный. Девочки, кто был и проходил тесты, подтвердите, что это классно работает, потому что пока я рассказываю, что в драматике вот такие вот такие цвета, такие-таки формы, это все настолько-настолько просто. Ну как вот берешь конкретную вещь и смотришь, о боже, да что ж такое-то тут намешано. А в жизни у нас не бывает только драматических вещей или только романтических, или там натуральных, да. У нас такая смесь идет жуткая. А это еще все нужно укомплектовать, как говорится, в комплекты. Дальше мы займемся, конечно же, аксессуарами. Я уже начинаю торопиться. Вот, что без аксессуаров никуда. Ну вот посмотрите, чем замечательно мне нравятся эти картинки, что здесь не только добавлены аксессуары, но изменены пропорции. Видите, что изменены пропорции слева. Спасибо, Светлана. Изменены пропорции. То есть здесь не только ей добавили аксессуары, но изменили пропорции. Это тоже важно. Ну и посмотрите, да, вот здесь вот слайд уже из вебинара, который я готовлю и который девочкам обещала, но никак-никак не доделаю. По аксессуарам, да, здесь, посмотрите, три ботильона, да, и какое разное впечатление. Ну-ка давайте на вскидку, здесь очень чистые стили, видно. Напишите слева, посередине и справа стили, как по-вашему. То есть слева стили, тире справа, тире, посередине и справа. Так, натуральный драматик, романтик. Натуральный драма, сложная романтика. Все, здорово. То есть это вот здесь, потому что аксессуары, явно стиль прослеживается. Да. Но бывает и смешение, конечно же. Ну и вот посмотрите, как вот эти аксессуары стилей, да, идут нашим красавицам. И поменяйте их мысленными местами тоже, что будет. Помните, как мы с вами тренировались с комплектами. И вот последняя, давайте, картинка для анализа на сегодня. И будем завершать. Посмотрите, что здесь не так. Нравится вам такой образ, не нравится. Если не нравится, что не нравится. Давайте учиться анализировать. Мы всегда очень много на моих вебинарах анализируем, что не так. Потому что когда вы анализируете, вы начинаете думать и задумываетесь потом, когда уже на себе экспериментируют. Слишком натуральный. Сапоги разрез не к месту. Так, еще остальные. Давайте думать, рассуждать. Что за пальто? Какой рисунок на пальто? Так. Воротник и обувь не идут. Обувь близко, горячо. Лишний мех. Помада. Посмотрите, девушка у нас, пальто здесь у нас сложная романтика, рисунок такой, немножечко с востоком. Ноги не гармонируют с пальто. Браво! Не гармонирует стиль обуви со стилем пальто. Вот. Сапоги с пальто не совпадают по стилю. Девушку я даже уже голову не беру. Просто пока, ну там очень плохо видно лицо. Посмотрите, какое нежное пальто, какой нежный рисунок на пальто. Причем здесь черные колготки и причем здесь сапоги с подносочной платформой и вот с этими ремнями. Вообще непонятно. Видите? То есть нежное такое пальто, расцветка такая нежная, рисунок такой витиеватый, такой с загибулиными сложная. И внизу такие бам копыта. Заметно теперь вам? Если бы и длина сапог и длина пальто конфликтуют между собой. А теперь представьте, если бы на ней были сапожки длиной до коленки, да, то есть уходил сапог под пальто. Если бы был более тонкий каблучок и не было подносочной вот этой вот платформы, да. Пускай даже они были такого цвета. Это было смотрело совсем по-другому. Подносочная платформа это элемент драмы. Это элемент драмы. Может быть в натуральном тоже. Но в сложной романтике никогда. У нас там утонченность. Подносочного там никогда ничего не будет. А, приблизили рисунок. Ну вот. Сапоги бы с острым носом. Не с острым, а с островатым. Да, то есть есть такие остроносы прям, такой острый нос сильный. А есть такие немножечко носы, не сильно острые и не округлые с другой стороны, да. Значит такое среднее. Но подносочной платформы точно не надо. Вот это мы все будем проходить на 5 элементов современной счастливой женщины. Три месяца у нас с вами. Быстренько сейчас пишите вопросы по моему блоку. Что вас интересует по нашему интенсиву. Практику начинается уже 30 марта. Потому что тянуть некуда. Скоро лето. И уже, как говорится, под норковой шубкой не спрячешься. Поэтому давайте лето встретим достойно. Конечно же интенсив поможет вам не только красиво одеться, но и правильно питаться. Выработать привычку ухаживать за собой. Выделить на себя время и средства. Как я сегодня уже очень много про это говорила. И не так, что как у нас обычно бывает. Максимум на что у нас хватает. Нанести крем и сразу бухнуться в кровать. Вот. Так, так, так. Так, сегодня последний день, да, бесплатного марафона. А так, будем общаться, кроме как на вебинарах. Смотрите, давайте. Перевариваю. Здорово. Вот смотрите, что, какая у нас ценовая политика интенсива. Девочки рассказывали, но может быть я другими словами донесу до вас лучше. Мы не стали задирать цену, чтобы она не была для вас неподъемной. Да, то есть если сложить по отдельности все тренинги четырех тренеров, то сумма будет огромная. Да, Марина вам показывала. Здесь же каждый тренер готов работать на программе за полторы тысячи в месяц. Да, то есть полторы тысячи мы умножаем на четырех тренеров. Так, это получается шесть тысяч рублей в месяц. Согласитесь, что это, ну, просто такой минимум, да, который, ну, вряд ли где сейчас встретишь. С другой стороны, чем больше участниц придет на интенсив, тем большему количеству мы сможем помочь. И опять же, тем больше вознаграждения мы получим. Да, я думаю, вы не верите, что среди нас есть альтруисты. Да, вот, важно, да, главное, чтобы вы разобрались с механизмом поддержки. То есть есть отдельный тариф ежемесячный плюс один, да, где заложена поддержка одного тренера. Ну, любого по выбору. Поддержку от всех тренеров мы не стали включать в пакеты, потому что пакет стал бы неподъемным. Ну, и с другой стороны, зачем вам может быть поддержка четырех, когда у вас, ну, не будет вопросов столько, и зачем это все переплачивать. Поэтому берете, например, пакет ежемесячный, далее вам стала что-то необходима, какая-то консультация, большая включенность тренера, добираете уже индивидуальными консультациями. Мы в рамках пакета ежемесячного, ну, как, в принципе, и тарифа за все, с вами встречаемся на вебинарах и отвечаем на вопросы на вебинарах. Выдаем задание, вы делаете задание. Если что-то вам нужно, какую-то консультацию, это уже все за дополнительный. Если это понятно, я думаю, что понятно, вот, цены вы тоже видите, что дедлайн по ценам есть, вот, и также обращаю ваше внимание, что у нас там есть бонусы, вы на странице их можете посмотреть. Девочки, киньте, пожалуйста, ссылку на страницу, потому что я не могу переключиться, запись у меня идет. Бонусы будут в течение 24 часов, кто оплачивает счет в течение 24 часов. Если есть вопросы непосредственно по платья, по вот каким-то таким моментам по тренингу, пишите, я пока почитаю чат. Так, если фигура песочные часы, пополнившие ей стали, она не идеальный животик, больше всего идут юбки, ниже колено, расклешенные, и больше всего идут платья. Больше всего идут платья. Располнившие в песочных часах, они просто шикарны в платье. Все остальное, вот этот перепад большой между бедрами, грудью и талией, блузки большую делают фигуры, брюки обтягивают. Вот платье шикарное, платье просто это ваш тренд. Если мне не нужен психолог. На самом деле психолог нужен для того, чтобы у вас, как говорится, не было срывов. Я думаю, что вы все начинали что-то когда-то делать, давали себе обязательно с понедельника буду делать зарядку, или обязательно с понедельника буду делать там серию масок, или там обязательно к новому году надо похудеть. И я думаю, что стопудов знаю, что многие из вас срывались, да, если не срывались, то вряд ли бы вы сейчас здесь сидели. Зачем нужен психолог? Психолог объясняет и прорабатывает с вами те моменты, чтобы вы не сорвались. Когда вы не срываетесь, когда вы эмоционально устойчивы, когда вы не чувствуете, что вы загнаны в угол, когда нет у вас дня сурка, программа на интенсиве очень, так скажем, интенсивная, да, то есть у вас выходной будет в пятницу, субботу, все остальные дни вебинары, ну, потому что у нас два дня в неделю гимнастика для лица только будет, да, помимо наших вебинаров. Вот, поэтому, кстати, на странице есть расписание, можете посмотреть. Поэтому вот психолог как раз с вами прорабатывает вот ваше эмоциональное состояние, чтобы вы вот с этими кучей вебинаров, с вашими проблемами дома вы не сорвались. И поверьте мне, я с психологом, с Мариной Мельчуковой работаю два года. Я сама беру у нее консультации и работаю. Это помогает, это очень серьезно помогает. Я раньше тоже никогда не верила, но вот встретившись с Мариной, да, это здорово. Так, разве песочным часам не юбка, карандаш идет? Песочным часам, смотри, какая песочная часа, стройные, да, если полные, то не всегда. А как можно оплатить заказ? Там есть такие кнопочки, нажимаете на них. И вот девочки кинули, да, Людмила кинула, спасибо, Людмила. Кинули ссылку, есть заказать и разные способы оплаты, совершенно разные, да. То есть там заполняете, кто вы, что вы, переходите на страницу оплаты. И там есть и Сбербанк, и Яндекс.Деньги, и WebMoney, и можно выписать счеты на PayPal, как хотите. Так, вебинары с чатом будут, как вы будете давать советы, не видя мое лицо и фигуры. Вебинары будут с чатом, я буду показывать технологию, как определять, буду показывать очень много примеров, и вы будете делать это самостоятельно. Если вы совсем запурхаетесь, идете на индивидуальную, да, на индивидуальную консультацию. Так, 29 вечером еще такая цена, 29 вечером еще такая цена. Так, сейчас момент. Платьев много, а с юбкой хотелось что-то. Ну, здесь надо четко подбирать, смотреть, где у вас талия, где у вас какая грудь. Запись сегодняшней встречи будет. Сейчас мы производим записи, она сконвертируется. Я думаю, что завтра днем мы вышлем письмо, где будут записи всех тренеров. Ребенка, да, будет, да, будет, у нас осталось только лора. Запись, мы проводим вебинары и обязательно выкладываем запись в закрытой зоне сайта, все это будет у вас. То есть, конечно, если вы заплатили, не смогли прийти, то это у вас не пропадет, все записи будут. И будут у вас также недели, как бы, выходных, вот, две, допустим, в блоке, ну, вы можете на странице прийти, там расписание есть. В блоке диагностика мы работаем две недели, третью неделю вы не отдыхаете, а дорабатываете все ваши хвосты. То есть, чтобы не было вот такого дедлайна, да, когда вот вы уже не успеваете. То есть, будет целая неделя на доработку всех хвостов. Можно платить сразу за три месяца, можно по одному, выбирайте пакет. Марина говорила про свою диагностику. То есть, если вы сегодня оплачиваете тариф ежемесячный за 6 тысяч рублей, то первый месяц вы получаете ее поддержку бесплатно. Она про это говорила. То есть, если вы сегодня, да, индивидуальный, в таком случае платный. На странице, чуть ниже вот этой таблицы с ценами, есть тарифы всех тренеров. Потому что, если вы, представьте, индивидуальная работа, да, то есть, мы с каждым должны работать индивидуально, отвечать на ваши вопросы, встречаться, девочки встречаются в скайпе, я работаю с вашими презентациями, на каждую картинку, делаю пояснение, и это все за полторы тысячи рублей. То есть, 6 делим на 4 тренера, получается полторы тысячи рублей. Ну, я такую работу не готова за такие деньги делать. С другой стороны, если мы к 6 тысячам прибавим все наши индивидуальные консультации, да, минимум это 2 тысячи, максимум 4, по-моему, тренера, то это будет просто неподъемная сумма, да и зачем вам, если вам нужна будет, допустим, консультация одного тренера, а не всех четверых. Так, как можно сочетать натуральный стиль и драму 46-му размеру в 30 лет? Мне трудно это представить. Ну, мне трудно это объяснить, вот так вот быстро, да, но у каждого стиля есть свое впечатление, есть свои способы выражения, да, то есть, это цвет, фактура, форма и рисунок. То есть, вы в ваш натуральный стиль добавляете чуть-чуть элементов драмы, например, чуть-чуть больше черного цвета или, может быть, чуть-чуть каких-то угловатых элементов, да, и так далее. И таким образом вы это все разбавляете. Да, вот Марина пишет, что говорила об обратной связи при условии оплаты сегодня. Так, плачевать поздно, только завтра. Ну, сейчас Марина вам ответит. Марина, перезайди в комнату, чтобы у тебя было с именем, фамилией, а не с буквами, и ответишь, что делать, если сегодня плачевать поздно. Да, запись сегодняшней встречи будет завтра разослана в рассылке и выложена в группе. Ну, зависит по времени, как мы сконвертируем. Девочки, я не умею, как говорится, вот вопрос, фигура треугольник, по груди 48, по бедрам 44, не романтик, какие юбки носить? Ну, это все равно, что, я не знаю, гадать по фотографии, там, не знаю, выйдете вы замуж или нет. Я так не умею. Так, вот Марина пишет, что есть сутки на оплату, да. В какой форме будет поддержка одного тренера? Значит, Алла – это видео-встреча по скайпу, Лора – это, Лора и Марина – это скайп-встреча, то есть будет определен лимит времени, да, сколько у вас может быть в течение месяца за эту сумму занятий. А я беру от вас фотографии лица, фигуры, либо ваших домашних заданий, где вы делаете коллажи, и прямо в презентации пишу комментарии, что правильно, что неправильно, что убрать, что доделать, что переделать и так далее. Так. Что будет в первом месяце, слабо идти только блок по стилю. Первый месяц будет диагностика, вы пройдете, и первый вебинар из блока стратегии. Там будет у нас, я посмотрю, либо сочетание цветов, либо коррекция фигуры, что-то будет. Так, пожалуйста, мы не будем ничего вырезать. Нет, вырезать ничего не будем. Алла, ты не ту ссылку даешь. Да, вот Людмила правильно ссылку дает. Алла, не ту ссылку даешь. Все. Так, ну я вижу, что вопросов больше нет. Я тогда, с вашего позволения, удаляюсь. Мы уже лорусы держали сильно, но зато ответили на все орг-вопросы, кому надо уже бежать. Тогда я перехожу в систему чата и отключаюсь. Всех была рада видеть, рада девушек тоже видеть с трех китов и с других семинаров тоже. Других не узнала, может быть, в чате, может быть, кто-то присутствовал еще. Встречаемся обязательно на программе. Программа уникальная на самом деле. Я тоже буду ходить к Але, я буду ходить к Лоре, к Марине. Девочки будут ко мне ходить, поэтому обязательно-обязательно приходите. Ну все, я прощаюсь с вами. Всего доброго. Встречаемся в рассылке. Обязательно открываемся письма. Пока-пока.